В Москве до сих пор не получили официального уведомления от Киева о приостановке движения грузовиков с российскими номерами по территории Украины. Об этом сообщают в Минтрансе. Тем не менее, доступ для них закрыт. В рамках ответных мер в России задержаны на данный момент почти 200 украинских фур. Несколько дней назад транспортную блокаду, напомню, начали украинские радикалы. Кануне власти в Киеве их действия фактически узаконили. Российские дальнобойщики теперь вынуждены искать пути объезда. Большинство к ситуации уже приспособились. Наши съемочные группы сейчас работают в Белгородской области, у границы с Украиной, а также на Белорусско-Литовской границе. Какая там сейчас обстановка? Узнаем у Сергея Пономарева и Алексея Кручинина. Пропускной пункт Нехотеевка. Один из самых крупных на границе между Россией и Украиной. Отсюда до Харькова менее 40 километров. По сути, это прямая дорога в центральную часть соседней страны. Впрочем, сейчас здесь непривычно тихо. Никаких очередей. Границу пересекают лишь небольшие пешие группы, легковые автомобили и автобусы. Грузовики даже не пытаются проехать через КПП. По всей видимости, водители таких машин стараются не испытывать судьбу. За несколько часов работы здесь нам повстречалась лишь одна фура из Казахстана. Для транзитных грузовиков, как и было обещано в Минтрансе, никаких препятствий не создается. Нет, правда, никаких не было. По словам местных таксистов, фур с российскими номерами здесь не видели уже давно. В основном, через границу шли большегрузы с украинскими номерами. Сейчас несколько таких авто припаркованы на стоянке возле пункта пропуска. Однако, самих водителей не видно. На интенсивность движения, по всей видимости, повлияла и погода. Всю ночь стоял сильный туман. Такова ситуация к данному часу. На границе между Белгородской и Харьковской областями о том, что происходит на Литовско-Белорусской границе, расскажет мой коллега Алексей Хручинин. Очередь из грузовиков на Белорусско-Литовской границе возле погранперехода Каменный Лог, где мы сейчас находимся, растянулась примерно на полтора километра. По оперативным данным пограничников, к этой минуте в ней около ста фур. Надо сказать, что это гораздо меньше, чем в последние дни, когда ситуация здесь была близка к коллапсу. Пункты пропуска не справлялись с резко возросшим потоком грузовиков. С 1 февраля самый короткий и удобный транзит через Польшу, которым в основном и пользовались российские дальнобойщики, для них закрыт. С Варшавой пока не удается договориться о квотах на перевозки. В ситуации, когда радикалы и националисты блокируют транзит через Западную Украину, а украинский Кабмин официально запрещает российским фурам движение по стране, путь через Литву оказывается для наших грузоперевозчиков чуть ли не единственной альтернативой. Сами через Украину не ездили? Нет. Раньше ездили постоянно, а сейчас нет. Боитесь? Да, как бы не боимся, но если такие проблемы с Украиной, то желательно туда не ездить. Учитывая, что грузопоток за последние дни вырос в разы, и белорусские, и литовские пограничники бросили на пункты пропуска с обеих сторон дополнительные силы. И это действительно заметно помогло. По крайней мере, то, что мы видим сейчас, уже здорово отличается от картины, что была на выходных. И очередь движется довольно быстро. Что же касается прибалтийского направления, в принципе, Минтранс отмечает, что руководство Литвы настроено благожелательно к российскому транзиту. И усилие их пограничников и таможенников для того, чтобы избежать коллапса, тому подтверждение. В Минтрансе прорабатывают и другие альтернативные пути. Например, ищут возможности наладить паромные грузоперевозки из Калининграда в Германию. Плюс на следующую неделю запланирован новый раунд переговоров с Польшей. Все-таки перевозки через эту страну остаются самым удобным вариантом. Делается все, чтобы наш транзит не зависел от украинских радикалов и киевских властей, фактически выступающих заодно. Алексей Кручинин и Сергей Панасюк. Первый канал. Белорусско-Литовская граница. Белорусско-Литовская граница.